Я вас приветствую, дорогие Друзья, я вижу, что и в фейсбуке, и в одноклассниках подключение есть Связь вроде неплохая Так, вижу все районы страны, вижу многих из диаспоры Мы с вами давно не виделись Так, у вас со звуком все в порядке Кто-нибудь, окей, поставьте Так Вижу наших руководителей районных организаций Вижу Бельский актив Вижу Кишинев Тут в одноклассниках спрашивают, о чем пойдет речь Дело в том, что я в одноклассниках анонс не делал Делал только в фейсбуке Пока все подключаются Для тех, кто не в курсе темы сегодняшнего лайва Значит, сегодня мы с вами поговорим Насчет местных выборов, которые в Молдове пройдут 20 мая В Кишиневе, Бельцах и некоторых других населенных пунктах страны Значит, ну и также я говорил о том, что есть условия При котором я могу уйти из молдавской политической жизни Об этом также поговорим сегодня Так Сейчас звук попробует добавить Так, здесь есть Так, в одноклассниках В одноклассниках мы общим Так Так, вижу родные фоли, что я на связи Так, вижу, еще продолжает работать Буквально, я думаю, полминутки мы начнем Тут пишут про слабый звук Проблема не в звуке, ребят Проблема в том, что голос Сел практически полностью Поэтому Буду стараться говорить громче Так Те, кто онлайн, делайте, пожалуйста, репосты Так Ну что Давайте Давайте обо всем по порядку В Молдове за последнее время Произошло Много Политических событий Имели место Некоторые скандалы Это Если Будет желание У вас Мы обсудим В отдельном лайве Потому что Ну, чтобы не мешать все события Накочу Значит Хотя я четко понимаю Все происходящее Со многими вещами Я Не Не согласен И никогда не соглашусь Игра Так называемая Якобы Война Там между Демпартией и партией социалистов Продолжается Просто Ну, скажем так Продолжается очередной развод Всех граждан Молдовы Вне зависимости от их Взглядов Значит Была скандальная отставка Александру Танасе Значит Где он Якобы Там мужественно Там подал в отставку И так далее Все это Насколько я в курсе Неправда Запись слили Сами его друзья Из Демпартии Эти записи Изъяли Сотрудники СБУ Украины При После задержания Платона В Киеве Там куча записей Там блокнотов И так далее Значит У него У него Нашли при обысках Сами СБУшники Говорят Что им это было Неинтересно Там не было Никаких событий Связанных с Украиной Они это все Передали в Молдове По Танасу Сделали искусственный слив Потому что Насколько я в курсе Выйдет Другой видеоматериал Никак не связанный С их разговором С Платоном И для того Чтобы предотвратить Более Жесткий удар По По Демпартии Значит Был слив Этого разговора С Платоном Танас его видели Вышел Сказал что нет Это там все ерунда Я просто разговаривал И так далее И там За сутки Мне не изменилось Вернее Ему его изменили И он подал в отставку Потому что ему четко Сказали Слушай Вот выйдет вот то А это то Насколько я знаю Находится И то и кто Находится В Соединенных Штатах Америки И Это намного резонанснее Будет видео связано С деятельностью Александра Танаса Чем то что Его разговор Его разговор С Платоном Значит Об этом и других событиях Мы поговорим отдельно Либо в рамках Какой нибудь телепередачи О чем я хочу Сказать сегодня Первое Значит 20 мая В Молдове Пройдут Досрочные места Выборы В Кишиневе В Бельцах И В некоторых других Населенных пунктах Страны Значит Я Честно Подал В отставку Потому что Те Подставы Которые начались Перед Новым Годом И после А это Кляузы И Невыполнение Своих Прямых Функциональных Обязанностей Некоторых Людей В Примарии Которых Просто Одних Купили Других Запугали Третьим Предложили Должность Все вы видели Историю Пчелы И многих других Значит Люди брали Больничные Не хотели Выходить На работу Как можно Отозвать Чиновника С больничным Я честно Сказал о том Что Я не буду Держаться За Креслом Если бы Я подал В отставку Например В середине Апреля То не было бы Выбора Не было бы Выбора В Бельцах Я бы просто Подал В отставку И Вице-примар Григоришин Автоматически Стал бы Исполняющим Обязанности Примара До плановых Выборов В 19-м Году Значит В этом Случа Я был бы Обвинен В спекуляции В том Что я Попытался По-любому Сохранить Нашу Власть В Бельцах Вот Люди Хотят Других Видеть И так Далее Значит Поэтому Я все-таки Это заявление Сделал Именно в тот момент Чтобы Все партии Смогли заявить Своих кандидатов И провести В Бельцах Честные Досрочные Выборы Для того Чтобы Все граждане Молдовы И Все внешние Партнеры Увидели Как И какие Махинации Какой ресурс Будет Использоваться На Парламентских Выборах Значит Это четко Будет Видно На местных Значит Я знаю Сегодня Какой кредит Доверия У бельчан Ко мне Лично И К Нашим Представителям Бельца Я знаю Какие у нас Есть возможности Я знаю Что мы Сделали Для города Что мы Не успели Сделать Я знаю То Что мы Смогли Победить Как коррупцию И все Поломать Все схемы На Муниципальных Предприятиях И в Примарии Мы были признаны Самым транспарентным Городом в стране Но я вижу Что продолжается Атака В СМИ Демпартии О том Что вот В Бельцах Ямы Полметра Социалисты В ямах Цветы Сажают Значит Понятно Демпартия По крайней мере Понимает Что она Проиграет И в Кишневе И в Бельцах Значит Не сможет Работать схема Которую Они использовали На прошлых Досрочных Местных Выборах Просто Тупо Раздавать Деньги Поселам Как они Это делали Поэтому В Бельцах Демократы Скорее всего Будут Поддерживать Кандидата Партии Социалистов Ну и вот Мы с вами Увидим Как заставляют Работников Почты Молдовии Паспортного Стола Таможни Реднор Четнор Другие Подконтрольные Режимы Предприятия Хотеть Голосовать За Кандидата Партии Социалистов Или за Их Собместного Независимого Потому что Вы видели Додон очень Технично Он объявил Кандидата К Кишиневе Но ничего Не сказал Ничего Не сказал О Бельцах Потому что Они думают Что делать Бельцах Потому что Плохотнюк Проиграв К Кишиневе И Бельцах Подорвет Рейдинг Гемпартии Пускать Пускать Одного Додона Побеждать Он не будет Не для того Плохотнюк Додона Создавал Поэтому Игорь Может побеждать Выигрывать И заявлять Ровно то Что ему Ровно то Что ему Разрешено Значит Мы С вами Это все Увидим Я Очень Сожалею О том Что Многие Советники Из фракции Нашей партии В Бельском Муниципальном Совете Подвергаются Огромному Давлению Которое Происходит То есть Была некая Пауза После голодовки Сейчас Значит Враги Взялись За старое Значит Вначале Как-то Повлияло То Что Была Голодовка Бельских Советников Значит Было Вмешательство Разных Посольств Разных Внешних Партнеров Значит Это На время Приостановилось Сейчас Они хотят Чтобы У нашей Партии Было Меньшинство В Бельском Муниципальном Совете Буквально На днях Скорее всего Так же Выйдет Молодая Семья Мы с женой Стали Советники Очень активные Ребята Значит Я говорю Про Дмитрия Посад Его Супругу Елену Рыбак Значит Молодые Ребята Ну Да Они готовы Что-то Менять Бельцев Но Когда Их Уничтожают Через Родственников И так Далее Значит Ну Понятно Через Что Они Проходят Я думаю Что То Что С ними Происходит Это Связано В том Числе С тем Что В Молдавии Нас И так Бомбили Нас И так Уничтожали Но Они Это Делали Ну Потому Что Есть Страх Ненависть Плохотнюка По отношению Ко мне Поэтому Плюс Им не нужна Наша партия С которой Они понимают Что четко Они Не В парламенте Нигде Ни о чем Не договорятся Поэтому И это происходит Но Когда Они Получили Еще Мандат Они Получили Добро На все То Что Они делают И Получили Внегласно Добро На Наше Уничтожение Во время Последнего Визита В Молдову Госпожи Бриджит Бринг Которые Четко Они Сказали О том Что Вот мы Являемся Русскими Танками Шпионами И так Далее Партию Надо уничтожать Потому что Это борьба С русской Пропагандой И так Далее И я понимаю Что это Плохотнюка И его Коллег Подстегнуло Получить Добро Когда Самые Демократичные Мири Американцы Дают Добро На Уничтожение Той Или Ной Партии То Это Как Но Можно Понимать Как Они Будут Действовать Дальше Касаемо Выборы В Бельцах Мы Будем Будем Участвовать В Выборы В Бельцах Значит Мы Пойдем На Выборы С хорошим Кандидатом Который Должен Продолжить То Что Не успел Закончить Я Мы Будем Бороться На этих Выборах Мы Не будем Использовать Админ Ресурс Мы Не будем Покупать Голоса Как это Делают Наши Конкуренты Кого-то Заставляют Что-то Делать Мы Пойдем На эти Выборы Для того Чтобы На примере Бельц Показать Всей стране Всем внешним Партнерам Что такое Хорошо Что такое Плохо Что является Правдой Что является Ложью Мы Нас Обвиняли Во всем Что угодно Значит Но Мы Добились Очень Серьезных Результатов Именно Касаемо Борьбы С коррупцией Мы Должны Закончить То Что мы Начали Обещали Бельчанам И я Пристально За этим Слежу И буду И буду И буду Постоянно Следить И когда Надо Вмешиваться Когда Надо Буду Что-то Подсказать Я подскажу Когда Будут Наказать Поверьте Что Я накажу И это Я хочу Что Был Неким Экзаменом Для Всех нас Потому Что Я много Раз Говорил О том Что Буду Продолжать Свою Борьбу В Молдове Ровно Столько Пока В этом Есть Необходимость У У вас У Граждан Молдовы Значит Поэтому Бельцы Это Будут Будут Тестом На То Насколько Нужны Мы Молдавской Политике Насколько Нужны Те Идеи Которые Мы Продвигаем Насколько Люди Хотят Освободиться От Того Рабства Которому Которое Поглощает Сегодня Все Граждан Страны Вне Зависимости От Национальности Поэтому Если Мы Проиграем Местные Выборы В Бельце Которые Пройдут Досрочные 20 Мая Я После Этого Выйду И Честно Вам Скажу О том Что Я Прекращаю Свою Политическую Карьеру В Республике Молдов Бельце Сегодня Является Блокпостом Городом Который Не пускал Мошенников Который Иногда Даже Себе В ущерб Мы Себе В ущерб Я имею ввиду Городу Мы не шли Ни на какие Договорники С преступными Группировками Неважно Теми Которые Владеют Канализацией Бельце Которую Украли Убельчан Заканчивая Мусорная Мафия И так далее Мы Обещали Людям Что мы Будем Со всем Этим Бороться Мы будем Продолжать Бороться Поэтому 20 мая Если Бельчане Нам Отдадут Свои Голоса Они Еще раз Покажут На всю Страну Что они Поддерживают Ту политику Которую Мы ведем Потому Что вы Поймите То Что мы Делаем В Бельцах Мы хотимся Добиться Этого Во всей Стране Мы хотим Избавить Все Города Все Населенные Пункты В Молдове От коррупционных Схем И от всех Этих И от всех Этих Шаг И сегодня Продолжать Борьбу В стране Если Тебе Не доверяют В том Городе Где ты Это делаешь Значит Эти Значит Эти реформы Ну Стране Просто Не нужны То есть Страну Граждан Он устраивает То Что происходит Смотреть Эти все Бестолковые Баталии То Как Стравливают Там Запад С Востоком Хотя Мы говорили С 14 Года Говорим С 14 Года Что Молдова Должна Быть Площадкой На которой Запад С Востоком Сотрудничать Эту идею У нас Пытались Украть И социалисты Которые Были Самыми Пророссийскими Сейчас Видите Уже Там Как Чуть 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 Чюда Значит Это Пытался Украсть В открытом Письме Про Мост Нужно Запад Востоком Все Это Есть Написано В нашей Программе Поэтому Дорогие Друзья Я хочу Поблагодарить Всех Бельчан Я хочу Поблагодарить Все Граждан Молдовы Которые Поддержали Нас На Местных Выборах В 15 году Я хочу поблагодарить всех наших активистов, сторонников, которые продолжают бороться с режимами И находятся вместе с нами по сегодняшний день Сегодня мы переживаем не самые легкие времена, я бы даже сказал, очень сложные Потому что есть масса попыток сегодня как-то повлиять на меня, на наших коллег Для того, чтобы мы там что-то изменили, против своих убеждений Я этого делал, не делал и никогда не сделаю Также я уверен в тех, которые меня сегодня окружают Поэтому мы должны идти вперед Мы готовимся к выборам в Бельцах И мы будем биться за победу Что будет в Бельцах, мы все с вами увидим Потому что ждать нам осталось не так долго Меня многие могут спросить И многие спрашивают, что мы будем делать в Кишиневе Значит, касаемо Кишинев, я переговорил с нашими коллегами Значит, мы, скорее всего, подчеркиваю, решение будет принято окончательно в ближайшие дни Но есть вероятность того, что мы сконцентрируем все свое внимание на Бельцах Потому что до плановых местных выборов остается год Нас ждут осенью парламентские выборы Плюс сегодня мы обязаны биться в Бельцах Потому что, несмотря на мою отставку Значит, у нас есть план четких мероприятий Четкий план вещей, которых мы должны были добиться в течение через четырех лет И мы к этому стремимся Поэтому мы сконцентрируем свое внимание на Бельцах Поэтому мы от бельчан сегодня зависит не только будущее города Бельц Я могу сказать, что зависит и будущее нашей страны Поэтому бельчане должны правильно сделать свой выбор Мы должны будем их выбор, какой бы они были принять Да, мы будем жестко следить У нас будет огромное количество наблюдателей Мы сегодня уже ведем работу на многих подконтрольных режимах предприятий Для того, чтобы мы понимали, какие там проводятся планировки Как им ставят задачу голосовать за их кандидата Фотографировать бюллетень избирательный и так далее Вы все увидите работу ЦИК И позицию ЦИК Потому что то, что исполнил ЦИК в последнее время Значит, они лишили гражданского общества Они лишили всех нас права на референдум Которого очень боится Плохотнюк с Дадоном И то, что ЦИК может снимать Либо запрещать тех кандидатов, которые против режима Мы с вами этом уже убедились не раз Какие меры они примут по отношению к своим хозяевам Вы прекрасно понимаете, никакие Тогда, возможно, бельчанам придется выйти на улицу Встать для того, чтобы защитить свой город от этих махинаций Плюс бельчане должны понимать Что, когда они угрожают увольнением Что, как бы, не принесешь фотографии Не проголосуешь за нашего Мы там тебя уволим Они не могут уволить тысячи людей Одновременно, которые работают На тех или иных предприятиях подконтрольных В Почтам Молдове Не важно В Бельцах не важно Это Почтам Молдове Паспортный стол Реднорчат, Норд Таможня Военные, полиция и другие Да Давление на вас будет огромное Но Либо вы проснетесь И вместе с вами проснется вся страна Вы скажи нет режиму Либо Вы Вернетесь В К тому периоду Когда Бельцы превращали В черкезовский рынок Строили Ларьки Магазины Абсолютно Где хотели Когда хотели Когда за бесценок Продавали все площадки И так далее Мы этого не допустили И никогда не допустим Поэтому Ребят Я Значит Благодарю вас За Ту поддержку Я получаю очень много писем Я получаю много писем Сообщений из диаспоры Поэтому Спасибо вам за ту поддержку И я как говорил Я буду делать Все Что я могу Но поверьте И поймите Что очень многое Зависит от вас Если нас Будет очень много Они ничего не смогут сделать А так Небольшими группами Даже Отдельными партиями Они уничтожат Они уничтожат всех И оставят Сегодня в стране Только тех Которые получают Деньги от родственников Которые работают За рубежом Поэтому Огромное вам спасибо Я очень Вас всех люблю Я правда Очень переживаю Мне Не безразлично То что Происходит Поверьте Что да Очень сложно Но Даже при этих Сложнейших условиях Мы Продолжаем Идти вперед Спасибо всем За стойкость Я говорю Про руководителей Наших районных Организаций Которым тоже Многим делают Предложения Подписывать заявления Брать деньги И так далее Что вы сегодня Живете За гроши Но вы Остаетесь Честными людьми Поэтому Вам еще раз Отдельное спасибо И низкий поклон Поэтому спасибо Всей команде Спасибо Тем кто Продолжает рулить Ну Время покажет Я вас люблю Всем хорошего дня Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...